Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 2709. «Верите ли вы, что будет мир во всем мире?» Такой лозунг всегда висел на нашем доме. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «У нас есть Библия, и из нее я узнаю, что войны всегда были, и они есть, как Божие наказание за грехи. Так как грешить люди не перестают, то получается, что вдруг нам не мир, а война. Война – Божие наказание». Война – какое ужасное слово! О, какое ужасное дело! Но ужаснее всего то, что войны всегда были, есть и, вероятно, будут, пока существует грешный род человеческий. И чем дальше, тем кажется хуже. Сам Спаситель предсказал, что перед самым концом всего мира будут войны. Матфея 24, глава 6 стих. «Услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит тому всему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство». «Я живу в провинции, и вот здесь часто приходилось слышать от деревенского люда. Зачем нам воевать? Прожили бы и без войны. И очень многие ставят всему-всему причину наших и союзных нам, а также врачебных правителей. Но христиан знает, как мы сказали, войны были и раньше, были и есть и там, где нет правителей. Но там войны ведутся еще худшие, не международные, а междоусобные и постоянные. В Африке, Америке, Полинезии. Некоторые правители заключали вечные миры и священные союзы, чтобы не воевать. Но вскоре же вынуждались браться за оружие и воевать. И это не прекратится, пока люди таковы, каковы они есть. Пока законом их повседневной жизни не станет Евангелие. Пока земля не перестанет стонать под бременем греха, насилия и неправды. И самая война с церковной точки зрения есть не иное, что, как одно из величайших и ужаснейших бедствий и наказаний Божьих. Какие только постигает человечество по промыслу или по упущению Бога за грехи и лось жизни. Церковь в своих молитвах и творениях святых отцов причисляет войну к разряду таких бедствий, как голод, моровое поветрие, землетрясение и тому подобное. Причина всех этих бедствий наши злые дела, наши грехи перед Богом. Когда в Ветхом Завете царь Давид согрешил, к нему явился пророк и сказал, «Бог меня послал к тебе. Избирай себе любое из трех наказаний. Быть голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, то есть войну, или в продолжение трех дней была бы моровая язва в стране твоей». Второй царств, 24 глава, 13 стих. Царь Давид подумал, что если быть голоду семь лет очень долго и погибнет от этого много народу, бегать от неприятеля три месяца тоже плохо и решил, пусть будет моровая язва. Это недолго, только три дня и все. Но хотя недолго это было, а все-таки мор истебил в его царстве более 70 тысяч народа. Пребывая в наших грехах и беззакониях, поддерживая смысл жизни по существу языческой, мы, пожалуй, можем избежать иногда войны, но не убежим от иного наказания Божия. Если не будет войны, будет голод. Не будет голода, будет мор. Или еще что-нибудь более ужасное. Если бы люди, совершая злые дела, грехи и беззакония, постоянно нарушая волю Бога, умудрились бы устроить так, что не было бы ни войны, ни голода, ни мора, тогда Бог наказал бы их другим, быть может, необычайным, ужаснейшим образом. Жители Содома и Гоморы, ведя крайне нечестивую жизнь, наслаждались всеми земными благами, так что их страна была, как земной рай. Бытие 13 глава, стих 10. Однако касть Божия поразила их. Ужаснее всякой войны, страшный огонь, павший с неба, сжег их живыми всех и все, и мужчин, и женщин, и стариков, и младенцев, и скот, и всякое имущество, и даже землю, на которой они жили, то, что образовалась пропасть, наполненная и до ныне горькой водой под названием Мертвое море. Так вот, в сравнении с другими бедствиями и наказаниями, война еще довольно легкое наказание Божие. Например, во время мора гибнут все безразличия пола и возраста и состояния, а на войне умирают только те, и то не все, кто идет и послан на это дело. Война злая, не Божье дело, но она есть необходимое следствие безбожной, неправедной жизни людей. Умножается беззаконие, ведут за собой и такие грозные последствия, и нет надежды, что люди опомнятся, и тогда отпадут и войны. Все подобные бедствия посылаются ведь нам за нашу нечестивую и позорную жизнь. Матфея 24, 12. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Не буду уже говорить о городах, это прямо блудный Вавилон, а взгляните в деревни. Идет богослужение, и священнослужитель произносит «О мире всего мира! Миром Господу помолимся!» А с Кироса раздается душу, устремляющую ввысь. Господи, помилуй! Но в храме пусто и пусто. Я пробовал говорить некоторым священникам, чтобы они просили своих прихожан не забывать ходить молиться, потому что молитва необходима, особенно теперь, когда некогда городу Ниневии. Как некогда городу Ниневии. Но я все же не слышал, чтобы священники просили прихожан. А некоторые батюшки прямо говорят, что это каждый про себя знает, что нужно молиться об этом и нечего говорить. Но с этим нельзя согласиться. Если бы почаще после службы батюшка урезонивал по сомах, то результаты все же, наверное, сказались бы. Искреннее, правдивое слово не пропадет. Если один из десятка думается, и то у Бога велико. Если бы примерно батюшка сказал так. Сегодня было утреннее и началась не рано. Около четырех часов. А вы, дети мои, не были. Это очень нехорошо. Что лучше, идти на войну или к утрене? И так далее. На то и пастыри, чтобы не уста научили. Второе Тимофею 4.2 Проповеду слово настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Старались бы нам внушать, чтобы мы еще более не зарастали корою греха, неправды, забывчивости и упорства во зле. Для примера я сообщу о себе. В один прекрасный день мы поужинали, после ужина стали чай пить, а после чая я лег на печку. Тепло на печке, я пригрелся и стало было засыпать. Но слышу, меня кто-то толкает в бок и говорит, сынок, вставай, молись Богу, тогда и ляжешь совсем спать. Я кое-как отвечаю, погоди, маманя, немного, больно хорошо спится, а она мне говорит, еще бы на печке да плохо спать, ты бы подумал лучше, как теперь на войне-то спят, на земле да на холодной, а может быть на дожде, а то может быть совсем некогда спаться, спать там. И невольно я вспомнил все это. На самом-то деле, как они горемычные там теперь, может быть и не ужинали, не говоря уже о чае и где не спят, а может быть переходят вброд по грудь ледяную реку. Так и во всем, если нам будут почаще напоминать, то и мы будем, вероятно, задумываться и что-нибудь делать. Вы помните случай, когда златоустом народ заявил, долго ли ты еще нас будешь обличать? До тех пор, ответил он, пока вы не перестанете грешить. Так вот, батюшки, извините меня, что я беспокою вас. Встаньте на высшую ступень, а около себя на низшую поставьте нас грешных и научите нас своим добрым делом и словом и учите нас не один раз, а сто крат и тысячу крат. Не будьте оттягившены сами сном, как однажды апостолы, кое Христос трижды будил. Но если вы не восстанете и нас не разбудите, то горе, то горе, горе будет всему роду человеческому. Будем просить Царя Небесного, дабы он не до конца прогнился на нас и помог нам. Ивановский мысль 1915 года страница 143 по 146 Левит 26-36 Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их и шум колеблющегося листа погонит их и побегут как от меча и падут когда никто не преследует. Старость никого не обойдет конечно если раньше не откинем кровь как в колодце ноги словно мед румянит заменяется на синий все думал в юности позиции не сдать о долгих насморков простаты и запоров хребет согнет и хрустнет вдруг костяк заклинит клапаны сердечного мотора привлечь на помощь прежнюю осанку пытаться выше ноги поднимать отваливаться прежнее начнет с кусками и кожа сморщится такой запомнил мать уверовав в евангельское чудо в спасение вечное в Иисусе Божьем Сыне я понял красота моя не в чубе а все в любви что в старости не сгинет в любви и благодарности Иисусу за жертву и страдания на Голгофе персты тверды хотя на вид трясутся не узнаваем стал в анфас и в профиль душою молодею с каждым днем любовью знаменем укрыт от непогоды важнее важного с кем об руку пойдем кому ты нужен и на что же годен и чувствуешь ли нужным поутру и к вечеру удовольствия запахнувшись кто воздохнет когда в свой час умру какой молитвой в гробу наполнят уши сжимая зубы виду не подать что слышу скрип и хруст между позвонками что смерть крадется слепо лютый тать а члены тел как бы и не с нами с молитвой падаю поклонами земными давлю апатию брюзжание и маразм дух ревности с колен на труд поднимет не оказаться бы при встрече сонно праздным 22.03.05 Игла Игнатий Лапкин Junи Гребен Порда